Всем привет, друзья! С вами Бадди. Я с удовольствием прохожу Ведьмака, и сегодняшнюю серию мы начнем с того, что поговорим с одним из подозреваемых, который не был доступен нам ночью. Это Винсент Мэйс, глава местной стражи. У меня не было выбора, поверь мне. Это больше не повторится. Даю тебе слово. Я так понял, ты хочешь продолжить расследование? У меня нет выбора. Официально я тебе ничем помочь не могу, но и мешать не буду. И с радостью выслушаю все, что ты раскопаешь. Так, давайте ниточку Саламандр, ведущий к нему, распутывать. Я хочу поговорить с тобой про Саламандр. Не обещаю, что что-нибудь тебе скажу. Кто-то рассказал Саламандрам о моем контракте на Какатрикса. И что ты думаешь? Так, ну что, впрямую его обвинить или издалека? Наверное, профессор. После того, как вы его выпустили. У меня нет на тебя времени, ведьмак. Разговор окончен. Ты выпустил профессора из тюрьмы. За него внесли залог. Таков закон. Закон существует для того, чтобы его обходить. Я не говорю тебе, как ловить монстров. Вот и ты не учи меня, как работать. Я выпустил его, но не упустил. Но... Я не обязан перед тобой отчитываться. Ты снял своих людей с наблюдения за Саламандрами. Если я не обсуждаю это с тобой, это не значит, что мы закрыли дело. Может быть, поговоришь со мной? А я что делаю? Но это конфиденциальная информация. Разговор окончен. Что ты делаешь по ночам? Встречаешься со своим боссом Азаром Еведом? Ты что, головой ударился, ведьмак? Почему я не могу проводить ночи в купеческом квартале? Ну, будем потихоньку его допрашивать. Я выбираю варианты, которые, как мне кажется, очевидны для того, чтобы их сказал Геральд, с его характером и с его целями. А откуда у тебя на это деньги? Не нужно много денег, чтобы ночевать в купеческом квартале. Есть ведь еще и друзья. Богатые друзья. Доказательств у меня нет. Так что я подожду принимать какое-либо решение. Мне нужно еще доказательства. Ну, ладно. Было бы просто, если бы я просто все решил одним разговором. Мы, видимо, будем дергать за ниточки подозреваемых до конца игры. Ведь все они ведут Казар Еведу. Этому магу, которому воплощение зла в этой игре, в ее сюжете. Ладно. У меня нет ничего другого для того, чтобы заняться по сюжету, кроме как допрашивать Лау Ларве до этого. Кстати, я сдал квест этому пареньку кольцо. И оказалось, что он нас обманул. То есть он вор, просто сам туда лезть не хотел. А послал меня убивать чудовище. Ну, ведьмак ему это простил. И мне как-то тоже особо на это все равно. Только что мог лишние 100 рублей заработать. Так, а где Лау Рвет-то этот? Не понял, Вимар, я же он отдам, бискать должен. Контракты, контракты, контракты. Так, установите 10 сифиротов, это понятно. Так, Винсент поговорили. Кольштейн, Лау Рвет. Уже должен быть здесь. Почему тебя нет? Зато есть паромщик, да? Ну ладно, тогда давайте съездим на болото. Побегаем там. Может быть какие-то новые детали проясним. Ну как минимум убьем утопсов рядом с пристанью. Для того, чтобы уже вернуться с выполненным квестом. Перевези время. Поехали. Кстати, я хотел ночью уехать. У меня не получилось. Видимо, он уезжает только днем. Потому что дорога занимает полные сутки. Ну полный цветовой день. Не суть важна. Мы просто это берем за факт. А приедем мы ночью, правильно понимаю? Да. Судя по всему. Но не обязательно такую красивую анимацию прибытия на болото. Мы уже ее видели. Так. Секупа у нас время. У нас 7 вечера, да? Так. Здесь паромщик. Добрый господин. Нужна лодка. Здесь костер. Ну давайте раз что мы приехали. То разожжем костер. Во-первых, у нас есть навыки, которые нужно распределить. Три штуки. Так. С остальным мечом мы вроде справляемся неплохо. Серебряный. Тоже прокачали. Ой. Случайно нажал. Я думал красный тоже готовый. Ладно. Серебряный меч. Групповой стиль, да? Давайте его прокачаем. Что я прокачал-то иногдаун плюс 30%. Ну ладно, все равно это нужно прокачивать, потому что в групповом стиле я пользуюсь очень часто. Я, видимо, прокачал групповый стиль для стального меча, да? Я в прошлый раз, когда прокачил, я считал, что я прокачиваю серебряный меч, а, видимо, я промахнулся. Ладно, теперь понятно, почему в групповом стиле так хорошо владеет. Я уже предвкушаю, что после той серии, где я это прокачивал, мне будут писать, что если по шарик, и что я прокачивал, у меня серебряный меч. Ну ладно. Переживем. Так, ну давайте медитировать до полуночи. Так, что у нас по алхимии? Спротивляемость организма, кошка, поцелуй, филин. Ничего мне это не надо. Медитируем до ночи, чтобы убить местных чудовищ, зачистить территорию и с лаурведом разговаривать уже не только предметно. Так, не тот, не тот меч. А че паромчик стоит, смотрит на меня? Хорошо. Давай теперь ты. Че, всех я завалил, нет? У меня ж есть такой квест. Я должен на лодке добраться до балла, чтобы избавиться от монстров, которые по ночам приходят на пристань. Ну да, я здесь не нахожусь. Видимо, не всех я еще замочил. Да, именно. Надо было немножко подождать. Отлично. Пора идти к лаувердану за рождением. Пора, пора, да не пора. Так, а шки у меня есть квесты на задание. Ой, задание на этой карте. В принципе-то я никаких особо. Только обелиски. И в пещеру сбегать. Давайте попробуем наведаться в пещеру, раз мы сюда пришли. Пещера у нас находится где? Так, для начала давайте посмотрим, что у меня это. Хохма, да? Сефирот Хохма. Давайте искать Сефирот Хохма. Белискот. Нецах. Мага. О, далеко идти. Ладно, давайте сначала до пещеры дойдем. А обелис-то в принципе можно. И затем попозже зажечь. Что-то здесь серый чат, страшно, блин. Правильно иду, нет? Пока никто не нападает, даже странно. А, как АЦК-1 на мне нападает. Я хоть правильно иду, да нет? Нет, немножко промахнулся. Да, даже не немножко. Еще такой же. Я даже не хочу пытаться с ними сражаться. Что, звуки здесь такие стрёмные. Так, вот она пещера, да? Я, кстати, почитал между сериями глоссарий, да? Те камни, которые нужно ставить в обелиске, которых у меня еще нет, здесь описаны. То есть, вот они, 7 штук. И один из них в пещере. Сейчас скажу, какой. Кирпичники, канализация. Вот пещера на болотах. Очередное доказательство того, что у кольстейна гномы в роду. Пошли. По крайней мере, просто проверим, что там. У нас не убудет, как говорится. Волки, да, здесь? Кстати, 5 шкур у меня лежат у трактирщика. Еще 5 наберу и можем будет их скидывать. Живучий какой. Хорошо. Здесь довольно темно. Нужно заметить. Еще. А давайте вообще почитаем, нужно ли его мочить серебряным мечом. Так. Визжим попыткам сбить с ног. Тем быстрый стиль. В принципе, про мечи ничего не сказано, поэтому без разницы какой. Давайте, раз уж мы здесь собирать грибницу, потому что она где-то нам и пригодится, заговорю с тихами. По-любому, в конце этой пещеры мы найдем какую-нибудь адровую попу. Так, по-хорошему бы использовать кошку. Ну да ладно, пещеря-то здоровая, да, давайте используем. Ну вот, лучше стало заметно. Так, отсюда мы пришли. Пришли? Правильно понимаю? Нет. Отсюда мы не приходили. Так, значит, мы пришли отсюда, а дорога наша лежит вот сюда. Кто-то рычит, кто-то рычит. И ветерок здесь так дует неприятно. Давайте сохранимся. Кошки, в принципе, я думаю, ходят на наш поход по пещере. Привидение-волк. Давайте читать, что у нас по привидениям. Такое он, да? Уязвим для серебра и масла от призраков. Масла от призраков у меня нет. Можно было бы купить у Обигел, конечно. Или сделать самому. Но до этого еще нужно дожить. Так, страдания, которые испытывают проклятое, заставляют раны, нанесенными, причинять боль. Пальцы смерти, это плазма. Неуязвимы к ослепленению, кровотечению, бесстрашные, не смешивки ядом. Неподвержено воздействию боли, и их не сбить с ног. Так, а чем их тогда мочить? Ладно, давайте пробовать. Если что, я сохраню здесь. Правильно, это же серебряная мочь. Волк, иди сюда. Да, вот так будет лучше по одному. Что-то я не вмешал в сражении с призраком. Давайте смотри, что он может сделать мне. Мне кажется, он сейчас какой-нибудь психатаку на меня будет производить. Получилось. Хорошо. Да, ему нужен быстрый стиль. Блин, еще и волки. Хорошо, так. Призрака мы замочили. Я думал, с ней будет больше проблем, если честно. Лады. Так, давайте собирать трофеи. О, нашел я камень, нужный мне. Отлично. Умазная пыль, сапфир. Короче, не зря сбежал. Стальной тамирский меч. У меня такой был. Давайте сохранимся. И пошли посмотрим, что там еще есть. Может, там какая-то сила. Возможно, какой-то новый знак изучу. Так, с этими ребятами я уже нашел противоядие. А, еще один. Хорошо. Там пещера ты, по-моему, еще большая. Так, сколько я уже собрал шкур? 5. Ну да, все, я уже могу сдавать квест. Так, мне нужна электруженица к трактирщику. Так, мы выучили знак квен. Он защитит от любых повреждений и остановит все атаки на вас. Квен исчезает, когда вы используете другой знак или атакуете противника. Его хорошо используешь, чтобы выиграть время для использования эликсиров. Понял. Так, значит, один это арт, два это квен, три это какая-то херня, и четыре это огненные. Лады. Давайте попробуем его как-нибудь использовать. Так, а пока давайте посмотрим, что еще здесь есть. Ладно, я уже нажал. Волчара. Как ни крути, а первый знак, который получаешь во время игры, к нему как-то прикипаешь. Так, пошли посмотрим, что там в пещере. Еще, там еще волки и волки, одни волки. Хорошо. Пещера-то еще дальше простирается. Давайте пробовать ее изучать. Хорошо. Кстати, я, может, насобираю волчих шкур уже здесь, и мне не придется возвращаться к торчищику и возвращаться обратно. На болото, потому что шкуры волков у меня просил какой-то паренек с болот, точно помню. Еще волк он исполнился. Удобно же, е-мое. Хорошо. Так, там какая-то большая территория, меня это напрягает. Какое-нибудь неведомое чудище выбежит на нас. Поэтому я сохранюсь. Пещера, да? Стремно здесь как-то. Пока никто не нападает. Может, какое-нибудь растение здоровое вылезет, это было бы логично. Помните пещеру в окрестностях Возимы? Там именно такие ребята и оживали. В принципе, все, пещера больше особо не интересна. Если я правильно понял. Все, валим. И мой знак... Не знак, а эликсир кошки еще действует, поэтому мне и там легче будет носиться. Респятся враги все-таки на тех же территориях, которые ты уже зачистил. Да, я уже могу сдать квест Жан-Пьеру. Нужно только его найти. Все, пошли. Эта пещера оказалась менее страшна, чем я ожидал. Будем честны. Я ждал тут вообще 58 тысяч растений и 48 тысяч призраков. Как говорится, все обошлось, и слава богу. Собрали мы каменюку, которую можно засунуть в обелиск. Теперь у нас их здесь два. Таких обелисков, которых уже можно активировать. И что-то связанное с этими глиняными големами, да? От которых я уже как-то в одной из прошлых серий умер. Так, давайте смотреть, что у меня есть. У меня есть Есот и Хохма, если я не ошибаюсь. Правильно? Едиона. Да. Теперь смотрим на карте. Хохма, вот она. Есот. Это вот. А вот Есот рядом совсем. Чё, сбегать, активировать? Чё, сбегать, активировать? Нашёл книжку о растениях, которые где-то вот здесь, вот где-то живут. Эти гаврики, как их там, Скутаэлли. Недалеко отсюда, где-то вот в этой территории. Они мне со мной разговаривать не захотели, потому что я не знаю про это растение. То есть, в принципе... Давайте, наверное, сбегаем, активируем... Есот. И там же поищем Жан-Мишель, и, которому можно сдать квесты с волками, связанные. Я убегаю здесь с пиявок и с их стами, потому что особо удовольствия мне бои с ними не приносят. Так только жизнь защищаешь. Болото булькает, рычит. Чё-то вспомнилось в ней болото в метро Glass Light. Тоже такой своеобразная была локация, прикольная. Так. Васка. У тебя еще один амулет такой, на нем амулета камень, который нужно активировать. Может, ты все-таки сподобишься мне его отдать? Владыки, вот уже близко. О, куча вопросов. Мы можем поговорить. Калькштейн из Вазимы, алхимик. Говорит, что вы знаете что-то о башне мага и страже. Давным-давно могучий колдун жил на болоте. Он искал одиночество. И его ученик был его единственным спутником. Все изменилось, когда в его жизни появилась женщина. Начало, как в сказке. Но конец, как в жизни, ибо это была злая женщина. Маг утратил свое сердце себе на горе. Он выполнил все ее прихоти. А она использовала себе на благо его могущества. Кто была эта женщина? Не важно. Я слушаю. Слепая любовь сотворила для мага гибель. Он призвал силы, которые не мог контролировать. Он умер. И башня его обрушилась. Прекрасная история. Но что же со стражем? Любовница мага была наделена силой. Она могла предрекать судьбу, и маг подарил ей колоду особенных карт Таро. Согласно ее пророчествам, он изобразил события будущего на каждой карте. И? В жилище мага охраняли големы глиняные великаны, которые трудились без устали. Те, что пережили ярость времени, остались на кладбище, где они, лишенные жизненной силы, омываемые дождями, стоят неподвижно. Один из них охраняет башню? Да, самый могучий голем был привратником. Сторожил вход в жилище мага. Одна из карт Таро башня показывает, как голем будет возрожден в будущем. И это вновь откроет башню. Возьми эту карту. Мне она больше не нужна. Отлично. Хоть какая-то новая информация. Не зря я к ней забежал. Подожди, что ли, Влад опять? Влад. Так. Давай обсудим работу. Ты должен помочь. Один из наших детей пропал. Этот мальчик путался у всех под ногами. За тобой тоже бегал, но всегда возвращался до сегодняшнего дня. Может быть, его съели водяные твари? Богохульство. Наверняка его забрали друиды. Они превращают детей в дриад. Ладно, я поищу мальчика. Так, этот наш путь лежит к друидам, да? Мы у них уже были, и там, кстати, нужно вставить еще один камень. Так что все. Удачно. Ладно, пошли. Так, вот знак, который нужно активировать. Совсем недалеко. Сохранимся. Греха подальше. Так, вот он. Отлично. Так, давайте, раз уж мы недалеко, забежим до дедушки. Может, он нам что-то новое расскажет. Вон, Васка сподобилась на новую информацию. Так, кстати, нужно будет, когда буду алхимича, не забыть. Надо делать себе новых зелий, связанных с кошкой. Так, что-то я вот не туда пошел. Здесь развилка была. Я ее пропустил. О, файнвит. Отлично. Это мне поможет поговорить с этими скотаэлями. Так, ну что? Каннибал, лектор. Че ты мне нового расскажешь? Ладно, у тебя еще какой-то был вариант диалога. Мне нравится. Хватит. А краснолюды? Желистое и жесткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат, который узнать уже невозможно было. Достаточно. Как хочешь. Ладно, у него никакой новой информации. Опять и есть. Но он нам был полезен, у него книжки находили. Так, где был файнвит? Я где-то его видел. Вот он. Берем. Хорошо. Так, не-не-не-не-не-не, ты мне неинтересно. Вообще никаким образом. Так, давайте теперь остановиться, как нам пройти до скотарелей этих. вот здесь можно обойти до еще один обелиск иди за несу блин за попадаешь время точно все мне капец по моему нет так скота или живут здесь я точно помню блин сколько здесь этих растений нет что-то по моему со скота или меня не угонит угадал угадал да сколько их здесь только бег самому спасаться эти сейчас замок помрут так где-то здесь было главное я и считал женщина предводительница оказалось что-то мужик где он вот только он днем по моему появляется да ладно файл вельсу можно собрать давайте тогда разожжем костер так навыки у нас появились какие-нибудь нет алхимия вот кошку сделаем еще в принципе наверно больше ничего так и поспим до рассвета поговорим с местным предводителем может быть он даст на какую-то новую информацию может быть даст нам что-нибудь связанное с камнями обелисков в любом случае какую-то информацию должен дать так где этот мужичок военный в этой волчьей шкуре только не говорите что вы здесь нету я зря это делал чего ты ищешь волосатая обезьяна а вот пришел вот ты воняешь человек ты воняешь человек спасибо может чтобы роман так общались чертовы болотные чудища еще один разведчик пропал без следа ты воняешь человек так что-то как-то немниками негативно настроены ладно без проблем так пошли тогда к друидам а друиды у нас обитают недалеко от обелиска хохма осталось только понять как туда пройти фейнверд это здесь как говна ладно я думал они со мной будут разговаривать после этого видимо я ошибался чудо не комитет негативно настроена первый раз нормально общались вы мне парня не интересно вообще никаким образом я неправильно бегу маленько так костер тоже мне не интересен он то логово надо будет еще как-нибудь посетить но это после того как мы узнаем о вивернах для это нужно купить книжками бабла жалко в общем как обычно все упирается в бабло давайте активируем обелиск отлично по крайней мере мы движемся к решению этой головоломки магической друиды друиды друидики я бегу к вам узнаем про мальчишку так там волки кстати надо где-то его еще найти паренька которому ждать квест про волков или волков кому будет удобнее добро пожаловать в круг друидов путник приветствую чудесное место я прихожу сюда чтобы поразмыслить умиротворенность этого места помогает очистить разум даже ведьмака здесь примут с радостью остается только добавить что я вот-вот смирюсь собственной особенностью и обрету дом которого у меня никогда не было сейчас расплачусь как ребенок сарказм лишь проявление внутренних комплексов всегда мечтал познакомиться с эльфом психоаналитиком я несколько десятилетий провел среди людей постичь глубину вашего сознания не сложнее чем разобраться с конструкцией молотка несколько десятилетий проживи любой эльф столько времени среди людей он обречен перенять от них гораздо больше чем ему самому бы хотелось уж кто бы говорил специалист по чудовищам вижу в остроумии тебе равных нет меня зовут геральт и я и я евен давай поговорим что уж хорошо так про мальчишку здесь нет диалога да я ищу кого-нибудь кому могли бы пригодиться услуги ведьмака в таком случае ты его уже нашел мне нужно доставить одно письмо в зиму а самому мне там появляться крайне нежелательно ты ведьмак и тебе не составит труда разобраться с чудовищами по пути в город а также со стражниками у ворот и кому я должен доставить это письмо буду премного признателен если ты доставишь письмо краснолюду вивальди а затем вернешься сюда с его ответом ладно согласен я все равно направлялся в зиму благодарю тебя так а про мальчонку дача что ты мне можешь рассказать об эльфах за траву и кров меж дерев молись за чужую кровь сломанную жизнь я не понимаю из-за смерть от меча помолись в лесу за твою печаль за свою слезу поговорили что-то между заксу складные точно ну до встречи так ладно вивальди нужно отнести письмо друиды чё про мальчонку то в чем дело я ищу мальчика который пропал из деревни кирпичников и я молодежи в округе не видел кирпичники говорят что вы похищаете детей и превращаете их бред ты что сдурел сюда принимают только взрослых но даже из них немногие могут следовать нашим путем так что иерофант должен искать новых кандидатов дети были бы нам только у бузой а что касается дриад у них и спроси до встречи так ты друид а кто дарят если тебе совершенно не уходи так кто из вас дриад а кто друид вы меня запутали гавики ты дриад что так ладно не кто-то может быть марин вот этот вот зеленоглазая наша пилотка для глинблейд я ищу мальчика из деревни кирпичников они утверждают что друиды захватили его чтобы превратить в ряду только девочки могут стать дриадами среди нас нет ни мальчиков не мужчин я знаю что это чушь нужно было убедиться я бы тебе с удовольствием показал откуда берутся дриады но да я хочу остаться верной традициям бракелуна когда мы дриады принимаем мужчину это делается только для продолжения рода и мы не выбираем любого только сильного и выносливого мы должны быть уверены что девочки которые родятся от его семени унаследуют его силу я ведьмак нас можно обвинять во многих вещах но только не в отсутствии физической силы и выносливости я верю тебе но давай будем следовать ритуалу в древние времена мужчина должен был проявить себя как охотник принеси мне волчью шкуру есть ты прошел испытание и показал себя искусным охотником осталось еще одно препятствие да ведьмаки бесплодные а мы дриады не признаем совокупление если целью не является продолжение рода давайте выберем такой саркастический вариант совокупление может быть полезным даже и без продолжения рода как так объясни так вот теперь нужно ее разводить грамотно ну давайте выберем такой логический секс снимает напряжение позволяет лучше работать телу и разуму может быть ты и прав мы дриады должны быть бдительны и ловки чтобы защищать бракелон наш дом а а мое тело создание природы и она просит любви хочешь быть сам да будь моим мужчиной на этот день пойдем и зеленая любовь зеленая любовь радость-то какая по моему третья на нашем щиту ловеласа сердцееда так ну хорошо давайте на этом эту серию закончим на этой такой эротичной ноте нужно рассказать ласке о том что мальчика здесь нету поэтому мы пришли сюда не зря следующая серия будем заниматься делами насущными на болоте может быть и дойдем до визимы если вам понравилось ставьте комментарии подписывайтесь ставьте лайки с вами был anybody play все пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok